Прогулка на улице – это огромный стресс для зверька. В природе шиншиллы обитают на пустынных высокогорьях и счастливы жить на воле. Но декоративная шиншилла видит мир совсем другим. Ограниченная пределами клетки или квартиры, она ничего не знает о «внешнем» мире, и знакомство с ним по-настоящему ее шокирует. Во-первых, природа за окном имеет мало общего с высокогорными ландшафтами. Во-вторых, шум дорог, пыль, огромное количество незнакомых запахов, в том числе оставленных хищниками, и многое другое станут для маленького зверька неожиданными и неприятными открытиями, мощными провокаторами стресса. Шиншилла – ночное животное. По своей природе шиншиллы – ночные зверьки, и пик их активности приходится на ночь. Представьте, как будет чувствовать себя грызун, выведенный на враждебную улицу к тому же в не самый благоприятный период. Улица – это реальная опасность. Если вам приходилось иметь дело с шиншиллами, вы знаете, как быстро они бегают. Что, если во время прогулки изворотливый любимец сорвется со шлейки или, к примеру, перепрыгнет ограждение вольера? Как думаете, велики шансы его поймать? Кроме опасности побега существуют и другие. Одни из них – хищники. Шиншилла – это грызун, естественная добыча кошек, собак и крупных птиц. Отправляясь на прогулку с шиншиллой, вы не можете быть уверены, что она в полной безопасности. Ведь где-то неподалеку может прогуливаться охотничья собака, которая, заметив добычу, обязательно устремится в погоню. Заболевания и паразиты. Прогуливаясь по траве, ваш питомец с легкостью может подхватить опасное инфекционное заболевание или заразиться паразитами. Он совершенно беззащитен перед ними. Отравление. На улице шиншилла может полакомиться ядовитыми растениями. В лучшем случае это обернется легким расстройством пищеварения, а в худшем – серьезным отравлением. Перегрев. Шиншиллы очень плохо переносят жару. На солнышке питомец перегревается за считанные минуты, что очень опасно не только для его здоровья, но и для жизни. И это лишь основные доводы, на практике их куда больше. Но ведь прогулки так полезны, скажете вы. На практике, если у шиншиллы просторная клетка, то она и в ее пределах получает необходимую физическую нагрузку. К тому же при желании грызуна можно выпускать побегать по квартире. Об этом в статье, стоит ли выпускать шиншиллу из клетки. Кавычка точка. А если вам очень хочется порадовать любимца соприкосновением с природой, приобретите для него душистая альпийская сена, например, фаери. Он обязательно оценит.